Петя, мы сперли эту традицию из поля чудес, потому что нам нравится, когда нам дарят подарки. Разорвал шаблон мой. Хуба! Я только хотел сказать, что не понимает, что это вам себе подарки носит. Все, мы никогда не скрывали, что... Ну, на всякий случай принес. Отлично! Итак, что же ты нам подаришь? И тут бас. То, что там внутри, называется армяч. Армяч? Армяч. Я хочу, раз уж я его принял, что вы догадались, что там, а я вам прямо сейчас очень легко подскажу. Переиграем сейчас поход на фигу. Смотрите, мы с вами сегодня встречаемся на стыке двух летних месяцев. Июль. Август. И август. Значит, в июле у нас было у всех в стране достаточно знаменательное событие. Футбол. Пенсионная реформа. Вы уже прям сразу начали обгадывать, что ли? Да. Господи, мы же зареженные. Условия задачи не дослушали? Ладно, все, давай молчим. А в августе, например, есть один такой неизменный многие годы символ августа. Там арбуз. Нет, там армяч. Итак, все, давай вскрываем. Вскрываем. После первого удара, Ж, армяч превращается в разбитый арбуз. Вот. Как круто. Я тебе открою секрет. Ты первый, кто принес нам продукты питания. Нет, это не секрет. Давайте вот что сделаем. Давайте. Ну, ни для кого из нас троих не секрет. Надеюсь, для вас сейчас тоже для всех не секрет. Что город выиграл 100 миллионов на реконструкцию парка. Давайте мы с вами прямо сейчас каждый попробуем потратить 100 миллионов за один раз. Я в кругосветку. Ну, это на 1000 рублей. Остальные деньги? Нет, я по жесткой в кругосветку. Жить в крутых отелях, ездить на крутых автомобилях, посещать самые какие-то неожиданные места. 200 стран. 200 стран, 100 миллионов. Полмиллиона на каждую страну не так уж и много по большому счету. Так, хорошо. Петр? Там бедный. Не, не, не. У меня... У меня все бедные. Окей. На самом деле вот эта идея, она же такая популярная достаточно. У меня она прям четко проработана. Я знаю даже, какую яхту я куплю. Какой у меня маршрут будет. Так что... Да. А остальное... А в какой-то момент мне стало неловко. Думаю, блин, отдаст бедным. Как некрасиво сейчас было. Да, потом такой, не, не, не. Остальное-то я отдам бедным. Ладно. У меня много останется. 350 рублей? Давай, Кирилл, удиви нас. Слушай, я же не богатым отдам, а бедным. Для бедных и 350. А поскольку сейчас лето, я, пожалуй, на все деньги куплю себе арбузов и черешни. Ты не найдешь столько арбузов и черешни. Хорошо. И раздам бедным. Я куплю яхту, и на потом загружу ей арбузами и черешни, и поплыву в кругосветные. Я дам... Уделал обоих. И буду раздавать бедным. Да, буду плыть вот так, вот эти черешню, короче, сеять в океан. А мне кажется, ты проиграл, поэтому держи армяч и иди вести программу. Пойдемте. Новый храм в Сарове, пенсионная реформа в стране и планы по благоустройству парка Зернова. О чем говорит город, говорим, и мы обсуждаем самые интересные, на наш взгляд, события последних дней в эфире «Соседский Wi-Fi» в студии Кирилл Васенин. И Лидиш Лаева! Подключаемся. Подключайтесь, друзья, ну а мы уже это, собственно, сделали. Самая главная новость этой недели, которая тебя поразила, восхитила, удивила. Это, конечно же, освящение храма царственных страстотерпцев в нашем городе. С какого раза ты научился выговаривать царственные страстотерпцы? О, я тоже выговорил. Видишь, видишь, это очень хорошо получается. Главное размять артикуляционный аппарат. Знаешь, как я это делаю? ГИБДД, 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 храм царственных страстотерпцев. Александр Иванович Ксенков и кнул, вспомнил ГИБДД. Что было интересного на открытии? Сам по себе факт освящения храма, мне кажется, достаточно интересным. Я бы назвала это событием историческим, без преувеличения. Почему? Потому что не каждый день храмы освящаются, особенно вот такие. Храм посвящен царской семье. Так сложилось, что как раз он освящался в ночь столетия убиения царской семьи. Ну да. И это получилось случайно. Я разговаривала с настоятелем храма, отцом Александром. Он говорит, мы не планировали. Вот так вышло, видимо, как они говорят, божий промысел. Чтобы храм был как раз освящен в эту дату. Он посвящен этой дате, освящен в эту дату. И очень символично, что он именно в нашем городе, потому что именно ты знаешь императора Николая II, да, был инициатором прославления старца Серафима. Я точно знаю, потому что подписан на твой инстаграм. Я точно знаю, что ты была в момент вот этого всего действия была на автокране. На автокране. Это на самом деле здорово. Мы решили максимально снять это мероприятие. Храм получился очень красивый. Ты его видел ночью? Конечно, конечно. Он весь такой подсвеченный, яркий. Я же подписывался в инстаграм. Конечно. Да, он прямо как картинка. Очень красивый храм. И нам захотелось просто максимально его обснять, и это мероприятие снять. У нас работали три съемочных бригады, все наши операторы работали в эту ночь. Молодцы. Очень их люблю. И мы поднялись вот на этом автокране на уровень практически чуть ниже куполов. Мы могли наблюдать весь крестный ход, видели всю эту толпу людей с лампадками, которые пришли к храму. Очень, конечно, было красиво. Перед этим мероприятием, пролистывая ленту новостей городскую, видел, что некоторые паблики пытались раскачать лодку, говоря о том, что в 4 утра будет играть музыка на улице, что там же люди спят. Грам находится напротив одного известного злачного заведения города Сарова, где каждые выходные... Пенсионный фонд России, что ли? Ну, не пенсионный фонд России, там караочешная. Караочешная? Да, да, да. И каждые выходные там еще громче. Поют прошальную императрицу. Да, прошальную императрицу и не только, и звуки намного менее благостные раздаются. Я спрашиваю к тому, что поскольку я не был на этом мероприятии, было ли действительно шумно, или это просто была попытка действительно просто качнуть? Мне не показалось, что это было шумно. Ну вот все не зря, ты знаешь, мне кажется, все это не зря напротив Пенсионного фонда России происходило. Я так чувствую, что ты прямо хочешь тему к пенсионной реформе подтянуть. Эту тему, пока шел Чемпионат мира по футболу, эту тему всеми способами пытались как-то заглушить. Сейчас ее принято называть изменением пенсионной системы. Да, 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 не так. Я даже хотела вот прямо... Хорошо ей, да, сидит такая, смотрит интернета. Да, потому что у нас соседский вай-фай кирилл. Я сижу такой на диване, и вообще ничего нет. На официальном сайте Государственной Думы эта пенсионная реформа обозначена как проект совершенствования пенсионной системы. Ну, звучит там. Ну да, здорово. Мощно. Мощно. Да, на прошлой неделе в первом чтении Госдума приняла этот проект совершенствования пенсионной системы. Ну, давай будем по-народному. Да, пенсионная реформа, чего ж там. Женщины у нас в 63 будут уходить на пенсию. Подожди, это пока первое чтение. Сейчас будет два месяца для того, чтобы вносить поправки, когда депутаты смогут вносить свои поправки в этот проект совершенствования. Как ты думаешь, могут ли жители нашего города как-то повлиять на это стечение обстоятельств, на эту реформу, на изменение этой реформы? Ну, смотри, Кирилл, история такая, что в очень многих городах, ты знаешь, сейчас проходят митинги, люди выходят, люди выступают, и даже на официальном уровне 12 регионов, 12 регионов, они выступили против пенсионной реформы, в том числе, например, Москва и Чечня, они не поддержали. Хотя казалось бы, Москва и Чечня. Вот, 12 регионов не поддержали. Возможно, глаз народа все-таки будет услышан, потому что действительно создается социальная напряженность, люди выходят, люди обозначают свою позицию. Ну, а политические силы, что на это говорят? Что ты имеешь в виду? Я имею в виду политические силы, я имею в виду партии. Партии, ну, понимаешь, тут всегда очень сложно судить, потому что есть партия большинства, которая все равно проголосует так, как проголосует, и очень легко, я всегда говорю, очень легко быть в меньшинстве. Ты знаешь, что твой голос ничего не решает, и ты можешь говорить все, что угодно. Набирая политические очки при этом. Да, 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 говорить, я вообще считаю, что пенсионный возраст нужно понизить, скажем, до 35. Пошла я на пенсию, Кирюша. Но все равно все нужно делать с умом, нужно, наверное, и народ тоже прислушиваться. Хотя вот некоторые говорят, давайте сделаем референдум. Мне тоже кажется как-то странный референдум по пенсионной реформе. Был у меня один разговор с одним местным политиком, не буду его называть. Он сказал одну хорошую вещь. Никогда в жизни ты не сможешь с помощью референдума, если ты дашь большинство право выбирать, ты никогда не придешь к тому нужному решению, которое у тебя есть. Ни мы, ни даже власть, имущие на уровне города или даже не могут понимать всего того, что происходит в глобальном смысле со страной, со всеми жителями. И возможно вот это вот решение о поднятии этого пенсионного возраста через какое-то время даст тот самый положительный результат, ради которого сегодня, ну, грубо говоря, мы живем во времена перемен. Ну, кстати говоря, я пока на самом деле против повышения, потому что я реально попаду на 68 лет и походу не доживу. Ну что ты, Кирилл? 68 лет я изношенный организм. Ну я еще... Я веду, ввел, ладно, ввел аморальный образ жизни. Ты чуть не спалился сейчас. Веду, ввел, сейчас я бегаю, все хорошо. Давай мы такой мини-мини референдум проведем у нас в Сарове. Давай мы с тобой проведем референдум. Я против. Я буду наблюдать. У нас убрали против всех. Я не знаю, я не знаю, Кирилл, правда. Мне кажется, что пенсия это далеко. Мне сложно сейчас сказать. Когда-то я думал, что и 30 лет это далеко. Очень далеко. Я считаю, что реформа нужна, но она должна как-то плавненько быть, плавненько. Но я предлагаю тебе спросить у саровчан, как они относятся к увеличению пенсионного возраста. Отправим Ирину. Да, имеет ли он место быть, а если имеет, то на сколько. Ирина, выясни нам, пожалуйста. Го. Скажите, пожалуйста, нужно ли повышать пенсионный возраст? Конечно, нет. Почему? У нас сейчас народ, дай бог, до пенсии даже, а вы говорите, еще после пенсии. Вы думаете, я до живу? Ну, знаете, мы все в молодости думаем, что все будет хорошо и отлично. А ведь всяко бывает, правильно? Жизнь-то она по-своему раскладывает. Моя жизнь больше не будет прежней. Скорее всего, не все доживут. Большинство. Почему такие все пессимистичные? Ну, черт, такая действительность. Вы готовы выйти на пенсию в 63 года? Я боюсь, не готова, что дожить не ожидается. Вам не нужна пенсия? Вы не доживете до пенсии, но давайте поговорим о пенсии. Я даже не знаю, что ответить, потому что нам как бы далеко еще до этого. Мне кажется, это неплохо, потому что, ну, бабушкам же совсем скучно дома сидеть, так еще и денег больше получат. Надо плавно переводить, а не так с бухты барахт. А как плавно? Расскажите, научите. А как? Я откуда знаю? У них головы побольше. Мы доживем с вами до 63 лет? Ну, я надеюсь. Оптимистичны. По вас я не могу отвечать. Ну, расскажи, как все-таки дожить? Спортом, может быть, заниматься или на велосипеде кататься? Кататься на велосипеде. А еще что нужно делать? Зарядку с утра сделать. Правильно питаться, много гулять, ходить, заниматься саморазвитием. Нужно быть оптимистом. Постараюсь. Мнения горожан разделились. Кто-то считает, что в 63 года это круто выходить на пенсию. Кто-то считает, что это неправильно. Ну, а если вас интересует мое мнение, то оно останется при мне. А к нашему соседскому Wi-Fi тем временем подключился гость, предприниматель Петр Цой. Петр, привет. Привет, Петя. Привет. Для начала подключайся к нашему Wi-Fi. Да, подключайся к нашему соседскому Wi-Fi. Кирилл, удиви паролем. Да, поскольку я обычно завидую паролям от Wi-Fi, у нас сегодня такой пароль. 100 лимонов. Запароленный все-таки. Конечно. Не запароленный соседский Wi-Fi, он внезапрещен. Пароль не случайный, не случайный. Отлично. Сразу же нас адресует к теме нашего сегодняшнего разговора. Поговорим мы о благоустройстве парка Зернова. Казалось бы... А, господи. 100 миллионов в смысле. Да, да, да. Казалось бы, денег на его благоустройство выделено немало. Это и 19 миллионов в рамках программы формирования комфортной городской среды, плюс 100 миллионов грант для малых городов. И плюс, я еще знаю, активно привлекают предпринимателей. Вы все время собираетесь, не один раз собирались, какие-то предложения от вас ждут. Вот как видят предприниматели, как видят предпринимателей организаторы этого благоустройства, и как видят предприниматели организацию этого благоустройства? Вокруг парка сейчас совершенно естественно ходит много разговоров. Ну, естественно. Последние полгода. Обсуждений, очень много таких напряженных высказываний. Видно, что выплескивается у людей. И из всех вот этих обсуждений можно такую мозаику сложить, что очень много есть недопонимания между, значит, властью, теми, кто занимается, значит, разработкой проекта, и теми, кто, значит, будет оператором в этом проекте, то есть организация, которая управляет парком, и между обычными жителями. Вот мы освещаем постоянно, у меня картинка никак сложится не может в голове. Даже и у меня не может сложиться, хотя я работал в парке, хотя бы примерно представляю, что такое. Вот, и я удивляюсь, почему никто не найдется человек, который бы взял и всем на пальцах просто объяснил, что вот происходит вот это. Прошу, объясни нам, объясни мне. А здесь немножко не так. Я человек заинтересованный и как горожанин, и как предприниматель. Поэтому, ну, как бы у меня картина вот есть своя в голове. Я могу где-то что-то ошибаться, но, по крайней мере, многие вопросы, которые ставят ступор, там, одних людей, ну, для меня они очевидны. Нам и надо твое субъективное мнение. И прозрачное. Вот предприниматели, это будут какие-то проекты в рамках 100 миллионов, или вы что-то должны за свой счет предложить, организовать и дальше на этом зарабатывать, грубо говоря? Вот я, насколько понимаю, одним из условий этого конкурса является то, что федеральный бюджет выделяет 100 миллионов рублей на благоустройство, значит, парковой зоны. Но, в свою очередь, город должен привлечь дополнительных инвестиций, какую-то определенную часть от этой суммы. Ну, то есть, дополнительно. 100 миллионов, это не вот всю сумму дали, а еще какая-то часть? Нет, нам дали 100 миллионов, но мы должны найти еще плюсом. А, еще плюс сверху какой-то процент от этих 100 миллионов. Да, нужно инвестировать. Потому что 100 миллионов, это только звучит как много, но для благоустройства парка это не так, чтобы прямо за предел. Это совершенно немного, если, допустим, поизучать вопрос, сколько стоит проведение коммуникации, к примеру. Например? И сколько? Вот, ну, вот есть у парка территория, 4 гектара, которую хотят присоединить к парку. Это территория, примыкающая к реке. Вот, на ней ничего нет. Нет электричества, нет водопровода, нет канализации, с одной стороны. А с другой стороны, это место, куда и привлекаются по большей части сейчас предприниматели для того, чтобы эту территорию как-то оживить. То есть, построить кафе, вот лодочную станцию мы заявились, значит, вейк-парк и очень много сопутствующих всяких построек, которым нужны коммуникации. Вам дают коммуникации, вам дают площадку, дальше вы строите. Или как? Ну вот нам никто прямым текстом не сказал, что нам даем. Вот одно из требований, которое, значит, на последней встрече с предпринимателями высказали, это то, что без коммуникации мы ничего делать не будем. Ну, логично. То есть, нам нужны коммуникации. Потом, вот, пока не забыл, хочу сказать. В проекте этого, даже в проекте проекта этого нету. А я считаю, что в парку такому большому, 24 гектара парку, вот, такому парку недостаточно одного общественного туалета. Такая локация, да, она и зимой, и летом будет работать, ну, в основном летом. Ну, неужели вот люди побегут в туалет, на другой конец парка, да, когда рядом есть, например, кусты. Я больше уверен, что как только территория будет облагорожена, туда ринутся, все фотографироваться. Я прям себе представляю невесту, которая, ну, так уж получать, все люди захотел в уборную, и вот снизу с парка, вот снизу от реки начинает забегать наверх. Ребята, вот, вот, пока ты заикнулся за это, я пока вспомнил, хочу сказать. Вот есть тенденция такая, в последнее время, да, но это ни для кого не секрет, что любое какое-то привлекательное место, оно тут же становится центром протяжения для селфачей. То есть люди приходят, и селфи-селфи-селфи-селфи, потом все, волна сходит, значит, все остывает, все забыли. Переходят на какое-то другое место. Так вот, вот еще, я как обычный горожанин, очень бы не хотел, чтобы крупную сумму из этих 100 миллионов потратили на такие 7-минутные вещи, как, например, какие-то инсталляции, арт-объекты, дорогостоящие, да, которые бы привлекли сиюминутно бы селфачей, все бы порадовались, все будут довольны, это прямо вот несомненно. Но надо понимать, что мы делаем за делом на будущее, пусть он будет, ну, пусть он будет не в первую очередь, пусть в первую очередь будет самое основное. А что вот должно быть самое основное? Вот что нужно нашему парку? Вот что самое основное? Ну, смотри, ты как предприниматель рассматриваешь возможность развития там своего бизнеса, но для того, чтобы ты встал там со своей точкой, какие-то должны быть условия. Со своими шариками. Да, в лес ведь не пойдешь, правильно, нужно, чтобы этот парк действительно был точкой притяжения, иначе бизнес открытый непонятно где, он пользуется, не принесет никому. Давайте попробуем перечислить 5 пунктов, которые обязательно должны быть перед тем, как там появится автомобиль. Нужно сделать смету, то есть понять, где какие нужны коммуникации, значит, где какие дорожки проложить, чтобы где вокруг всего это дело были газоны и так далее. Посчитать, сколько все это стоит. И все, я расставив приоритеты, уже их тратить. Но ведь есть техническое задание, его как раз и обсуждали на последних общественных слушаниях. Что такое техническое задание? Значит, во-первых, техническое задание – это некий сбор информации для будущего, для организации, которая будет делать проект и смету. И туда накидали все, вообще все. На самом деле такой разговор был. Две трети времени было потрачено, на мой взгляд, на разговоры, не совсем напрямую относящиеся к парку, хотя и важные были вопросы. И вот возвращаясь к вопросу о том, что люди многие недопонимают, вот, например, вот самый частый момент, который упоминают люди, это то, что, а зачем нам лодочная станция, если у нас нет реки? Но на этом моменте я хотел бы немножко остановиться, если можно. Давай, конечно, что нету-то. Вот мы проезжаем по, или проходим по Масликинскому мосту, и что мы видим в сторону реки, которые… Камни, бурьян, грязь. Которые будут примыкать парк. Мы видим какие-то непонятные растительности на воде, проплешины вот эти вот. Момент номер один. Значит, парк, город не может потратить вот из этих денег, 100 миллионов, деньги на что-либо, связанное с переделкой реки. Теперь, по Щиколотку, вы там реку не перейдете, это все фантазии. По колено. Мы, значит, два года назад взяли каяк, взяли эхолот и очень детально проехались от Масликинского моста по реке до нового… До Захарова. Построенного уже моста, тогда он строился. И прямо исследовали глубины все. Известно, что на этом месте, когда-то, в 2005 году, работал земснаряд, и он, значит, углублял там дно, делал его ровным. Поэтому, значит, вот от Масликинского моста до… Строителя Захарова. Строителя Захарова моста. Хорошее, ровное дно с руслом в центре реки, значит, глубиной примерно 3 метра. И, значит, он образует такую ровненькую чашу, которая плавно к берегам, значит, уменьшает свою глубину. Вот. Есть один участок, который мы как раз все видим, на котором действительно… Прямо ледно с хвостом. Проплешины, да. И вот это всякое безобразие плавает. Значит, там глубины при нормальном уровне воды где-то примерно полметра, от полуметра до метра. Вот. И там действительно очень грязно. Почему там грязно? Почему? Значит, объясняю. В районе Масликинского моста есть два стока двух ливневых канализаций. Ну да. Чтобы вы понимали, значит, ливневая канализация – это, значит, коллектор, который собирает в себя всю воду, которая стекает, значит, с улицы Зернова, Некрасова, Симашка. С одной стороны и с другой стороны, с улицы Харитона, вот это, все вот эти бурлящие потоки, они приходят, значит, в ливневую канализацию и просто, просто напрямую сливаются в реку. И все остатком оседает. Если посмотреть, на самом деле, возле трубы такие насыпы песка, которые… Но это все с наших дорог. Поэтому все эти проплешины – это вот песок и грязь с наших дорог. Бессмысленно там что-то чистить, если мы не устраним источник этого загрязнения. А это уже городская идет, да, вся ливневая часть? Вот у меня, ну, есть такая инсайдерская информация, что вроде бы как бы заложили деньги, по-моему, на будущий год, чтобы сделать там более современные ливневые канализации с отстойниками. После установки вот таких современных, ну, может быть, современных, неправильное слово, ну, приемлемых ливневых канализаций, есть смысл говорить о чистке реки. Тема благоустройства парка, она связана с модернизацией кучей всяких систем городских. Да, на которые город и вот эти 100 миллионов не может потратить. От реки вернемся к парку, кроме лодочной станции. Что там еще может появиться? Еще, грубо говоря, какие фантазии есть у оператора? Вот в этом тех заданий, в котором накидали всего-всего. Да, да, да. Скажу то, с чем я категорически согласен. Давай. Мы весной собирались, значит, в Центре подвески предпринимателей, пригласили предпринимателей для того, чтобы те высказали свои фантазии или намерения по поводу будущего парка. И я, среди прочего, вынес оттуда такую для себя фразу, произнесенную там. В парк никто не ходит. И что вы там не делаете, туда никто ходить не будет все равно. Так вот я с этой мыслью, значит, придя домой, взял листочек бумажки, вот, и начал писать. Ну, думать, значит, вот что человек делает во время отдыха и что ему нужно для того, чтобы вот то, что он делает, для него было максимально комфортно. Ну, и очень просто. Что человек делает во время отдыха? Он либо идет, либо сидит, либо лежит, либо на чем-то едет. И для каждого пункта, значит, что ему нужно? Вот он идет. Что ему нужно? Ему нужна поверхность, по которой он идет, хорошая. Хорошенькая, да. Ему нужно, чтобы его окружала красивая картинка, хотя бы в виде ухоженных газонов. И вот так для каждого пункта. И потом, значит, скрестив все перечисленные вот вещи, ну, посмотреть, что совпадает, то не получается бесхитростная достаточно картина. Нужна красивая, ухоженная территория и хорошее покрытие. Все. А, ну на чем сидеть, соответственно, лежать. Да, скамечка. Ну, я с вещами, наверное, все-таки ешь. То есть, смотрите, не нужно делать, допустим, какой-то суператтракцион ставить. Если в парке будет хорошая сеть дорожек с качественным покрытием и ухоженные газоны, это уже как минимум привлечет людей, которые просто хотят прогуляться, потому что это экологическая зона. Ну да. И плюс там хорошие дорожки. Это привлечет людей, которые просто хотят посидеть и посмотреть вот так вот. И скамечка не хватает. Это привлечет людей, которые хотят покататься, я не знаю, на скейтборде, например. Я считаю, что должна быть еще замыкающая одна дорога, как такой МКАД. То есть, вокруг всего парка должна быть дорожка, вот кольцевая, которая бы соединяла вот так по кольцу все вот эти проходящие дорожки. А я бы еще поставила точки с мороженым, с газировочкой, со сладкой ватой. Ну, что так? Нет, нет, ну да, это все подразумевается, конечно. Я так поняла, что нужна база. Вот будет база какая-то, вот элементарная, да, там сеть тропинок, ухоженные газоны, коммуникации, и тогда и предприниматели пойдут, и люди тоже пойдут. Реально ли это увидеть все, ну, не все хотя бы начал вот этого великолепия за 100 миллионов рублей, но хотя бы в следующем году увидеть. А тут никуда не денешься, такие правила. Это условия гранта. Условия, да. Грант, он прописывает все-таки служит. То есть, в следующем году жители города уже смогут тоже начать пожинать плоды. На каком этапе предприниматели будут подключаться? Уже когда будет готовый проект? Или когда их подключат? Ну, когда физически мы начнем что-то делать. Когда вы поймете, интересно вам в этом участвовать или нет? Для начала. Ну, мне будет понятно, как только я увижу схему парка. Вейк-парк — это две опоры. Две опоры, между которыми должно быть метров 200. Видите? Натянут, значит, трос, который тянет каретку, прицепленный за ней за фал спортсменом. Да. И, к сожалению, ее нельзя поставить абы как. Вот у нее есть определенные технические условия к установке. То есть, ее можно поставить только так. Если мы ставим вот так вот эту установку, то мы не можем рядом с этой установкой отправлять лодки в прогулки. Да? То есть, мы должны сделать ниже по течению. Поэтому для меня конфигурация очень важна. Вот. Я не отказываюсь, допустим, делать просто лодочную станцию. То есть, если вот город упрется и скажет, нет, вот мы хотим, чтобы лодочная станция была прямо у моста. Ну, к примеру. Ну, например, да. Ну, в их парк выпадает. Тогда все фантазии, о которых у меня в голове есть, о которых я много говорю там… Хотя я видел, что в инстаграме моим парк уже лодки купленные, уже даже были показаны специально для какой-то… Ну, они и сейчас будут работать. Вот эти проекты, вейк парк, лодочная станция, они будут реализовываться в рамках гранта или это плюс привлеченной инвестиции? Нет, нет. Грета, город на это деньги не тратит. То есть, это… Это, то есть, инвестиции предпринимателей? Это исключительно инвестиции предпринимателей, да. Не, ну, город тратит косвенно. Ну, или как это сказать? Он готовит базу. Коммуникацию, да, базы. Ну, с другой стороны, ну, допустим, завтра меня по каким-то причинам не стало там, то есть, любой другой человек приходит и на этой базе работает. Ну, то есть, коммуникации же я с собой не заберу. Вот. Поэтому… Хлопнул дверью. И нельзя сказать, что город не тратит деньги, но и сказать, что он их тратит, тоже как бы не совсем корректно было. Понятно. Ну, будем надеяться, что через год мы увидим обновленный парк, который придется по душе всем, а не станет просто воплощением каких-то… Какой-то мозаики фантазии, которая, да, ничего общего к реальности иметь не будет. А представляете, вот, кстати, как сложно, да, улучшить все мнения людей и как-то потом, извините, не обоспать. Целая главная новость недели. 16 июня в Хельсинки состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Она запомнилась не только договоренностью о создании совместной группы предпринимателей для развития экономических связей. Да кому это интересно вообще? В лицо Мелании Трампа после рукопожатия с Путиным видели? Самая странная новость недели. По данным каналу 360 ТВ украинский артист Андрей Данилко, известный по сценическому образу Верки Сердючки, готов податься в большую политику. Он собирается участвовать в борьбе за пост президента Украины. Самые добрые новости недели. Их две. Нападающий сборной Франции, 19-летний Келя Мбапе, признанный лучшим молодым игроком на ЧМ-2018, отказался от своего гонорара, заработанного в составе национальной сборной в ходе чемпионата мира. Более полумиллиона долларов будут отправлены на благотворительность. А нападающий сборной Хорватии Ант Ребич оплатил все кредиты жителей деревни, в которой родился. Всего футболист помог 500 людям. Так как действие нашего соседского Wi-Fi подходит к концу, лимитирован он у нас. Кирилл, наш традиционный селфи на память. Ты уже моим телефоном как своим пользуешься. Да, на хороший телефон. Давай. Мне даже сказали, что у меня красивая улыбка. Давай, Петя, мы... Действительно красиво. Лида, он тебе... Нравильно? Все широко улыбаемся. С нами был Петр Цой. Обсуждали мы реконструкцию парка Зернова. А через неделю мы с вами увидимся снова в этой же студии и обсудим очередные новости. Пока-пока. Всем счастливо. Субтитры подогнал Игорь Негода.